Сегодня мы живем под мирным небом. Все дальше и дальше уходят от нас дни, когда пылала наша земля, шла жестокая и страшная Великая Отечественная война, а город Ленинград находился в блокадном кольце. Санкт-Петербург, Ленинград, город дворцов и каналов, императоров и пар... В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты вышли на ближние подступы к городу, отрезали Ленинград от всей страны. Началась блокада. Начались страшные дни Ленинграда. В короткий срок Ленинград был превращен в город-крепость. Ленинградцы построили около 35 километров баррикад, более 4 тысяч дотов, 22 тысячи огневых точек. Создали отряды противовоздушной обороны, организовали дежурство на крышах домов, оборудбункты. Уникальную архитектуру Ленинграда защищали от бомбежек разными способами. Например, комплекс зданий Смольного института был замаскирован под поляну с кустами при помощи огромной сетки с аппликациями. Купол Исаакиевского собора и шпиль Петропавловской крепости покрыли серой краской. Пили Адмиралтейство и Михайловского замка, надели маскировочные чехлы. 95 скульптур меньших размеров сняли с постаментов и зарыли в землю. Например, так поступили с конями и Клотта на Анечковом мосту. В условиях блокады самым сложным оказалось снабжение населения и войск продовольствием и водой. Запасы таялись каждым днем. Постепенно сокращались нормы выдачи продуктов. И в ноябре 1941 года они были самые низкие. Рабочие получали лишь по 250 суррогатного хлеба, а старики и дети по 125 грамм в день. Муки в этом хлебе почти не было. Его выпекали из мекины, отрубей, целлюлозы. Это было почти единственное питание ленинградцев. Зимой 1941 года город сковал сильный мороз. Не было топлива и электроэнергии. Истощенные голодом обессилевшие ленинградцы жили в холодных домах без окон, которые были выбиты во время бомбежек. Чтобы согреться, они жгли паркет, мебель и книги. Приходилось ходить на него. Очень много. Сотни тысяч ленинградцев погибли в эту зиму от голода и холода. Не работал городской транспорт. Приходилось ходить пешком. Основным транспортом жителей города были детские саночки. На них возили все, что можно. Вместе со взрослыми дети встали на защиту родного города. Наравне со взрослыми школьники дежурили на чердаках, крышах домов, гасили зажигательные бомбы и возникшие пожары. Их называли часовыми ленинградских крыш. В городе продолжали работать заводы. В годы блокады на них работало около 18 тысяч школьников. В 10-14 лет дети становились станочниками и сборщиками, выпускали автоматы, пулеметы и снаряды. А чтобы они могли работать за станками и сборочными верстаками, для них изготавливали деревянные подставки. Когда заводом для выпуска снарядов и техники не стало хватать металла, в школах объявили сбор металлолома. Для ослабленных голодом детей это было очень трудное задание, но школьники с ним справились. Весною у детей началась огородная жизнь. Дети занимались выращиванием овощей и зелени, лекарственных растений. В детских домах выращивали овощи прямо на балконах. После голодной зимы городу нужны были овощи. Школьники копали землю под грядки прямо на Марсовом поле и в летнем саду. Но самый главный подвиг школьников Ленинграда состоит в том, что они продолжали учиться. 39 школ Ленинграда работали без перерыва в самые тяжелые блокадные дни. Обучение проходило по сокращенному учебному плану, в который были включены только основные предметы. Учиться в условиях зимы стало подвигом. Учителя и ученики сами добывали топливо, возили на санках воду, следили за чистотой в школе. В школах стало необычайно тихо. Дети перестали бегать и шуметь на переменах. Их бледные и изможденные лица говорили о тяжких страданиях. Средка во время урока раздавался вой сирены, и ученики быстро и организованно спускались в бомбоубежище, где занятия продолжались. Во многих школах были оборудованы госпитали. Школьники читали раненым газеты и книги, писали письма, убирали палаты, выступали с концертами. Более 15 тысяч школьников за ежедневные подвиги были награждены медалью за оборону Ленинграда. Через всю многомесячную героическую оборону города они прошли как достойные помощники взрослых. Не было таких событий и дел, в которых они не участвовали. Расчистка чердак, борьба с зажигалками, тушение пожаров, разборка завалов, очистка города от снега, уход за ранеными, выращивание овощей и картофеля, работа по выпуску оружия и боеприпасов. Всюду действовали детские руки. Единственной дорогой, связывающей город с большой землей, стала дорога жизни, проложенная через Ладожское озеро. В Ленинград по ней везли продукты, лекарства и боеприпасы для войск. А из Ленинграда вывозили больных и раненых, обессилевших от голода и холода жителей, женщин, детей и стариков. И вот, наконец, 12 января 1943 года Ленинградские и Волховские фронты нанесли с востока и с запада совместный удар для прорыва блокада. 18 января было прорвано кольцо блокады, пробит коридор вдоль берега Ладожского озера. Была восстановлена сухопусть города на небе с большой землей. Но окончательный разгром оккупантов был завершен через год. В январе 1944 года город был полностью освобожден. В честь выигранного сражения 27 января 1944 года в Ленинграде прогремел торжественный салют. Многомиллионный город, который жил и боролся 900 дней и ночей, не только выстоял, но и победил. Беспримерному в мировой истории подвигу жителей блокадного Ленинграда посвящено огромное количество книг, документальных и художественных. Об этих маленьких героях вы можете прочитать в книгах из фонда нашей библиотеки. Кукла. Это история о маленькой девочке, которая была вырвана из блокадного Ленинграда, и о кукле Маше, оставшейся ждать хозяйку в осажденном городе. Эта книга не только рассказ о девочке и ее игрушках. Это рассказ о беспримерном подвиге жителей и защитников города на Неве и об истинных человеческих ценностях. Автор этой книги принадлежит к тому уже немногочисленному поколению людей, которых называют детьми блокады. В своих рассказах от лица пятилетней героини автор обращается к сверстникам, живущим в 21 веке, и повествует о военном детстве, о жизни маленькой девочке и мамы в блокадном Ленинграде. Автор этой книги 12-летним мальчиком пережил много месяцев в трагической и героической блокаде Ленинграда. Эта книга не просто литературное произведение, она рассказывает о тяжелых и страшных воспоминаниях, о борьбе ленинградцев и их детей, оставшихся в городе, об их невыноситаниях от голода и холода. В этой книге без лишнего пафоса, без леденящей души подробностей простым и спокойным языком автор рассказывает маленькие истории о том, что это было такое, блокада Ленинграда и что значила для людей дорога жизни. Имя Таня Савичева известно всему миру. В ее дневнике, предъявленном на Нюрнбернском процессе в качестве документа, обвиняющего фашизм, всего несколько листочков, на которых девочка неуверенным детским почерком фиксировала смерть своих родных. И нет равнодушных, так искренне, точно и предельно сжато сумела маленькая девочка рассказать о войне в своей маленькой записной книжке. Сергей Алексеев – известный детский писатель и участник Великой Отечественной войны. В своей книге он рассказывает о бессмерном подвиге ленинградца. В этой повести показана блокада на примере жизни одной семьи от первого дня войны до ленинградского салюта. Мирную жизнь, когда в воскресенье 22 июня 1941 года Иван Семенович Пахомов пришел вместе с сыном Алешей и дочкой Дашей в за осад, врывается и о начале войны. После стольких десятилетий, прошедших со дня полного освобождения города от блокадного фашистского кольца, человечество до сих пор не может в полной мере осознать, как ленинградцы смогли не просто выжить и не сдать город врагу, а еще и обеспечивать фронт оружием, техникой, вещами. Но каждый должен знать и помнить подвиг его защитников. В память о павших те дни на Пискаревском кладбище у братских могил горит вечный огонь. А детям воздвигнут памятник, цветок жизни. Люди приносят цветы и молчат, думая о тех, кто совершил беспредел в борьбе с фашистами, о тех, кому мы обязаны мирной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова